Понравились обе игры, в особенности, наверное, вторая игра, потому что держала до предела у всех нервы, да, давление у всех повысило, поэтому. И первая игра была равна довольно-таки, и вторая. Где-то удаление, где-то что-то как-то повлияло на исход матча. Кому-то больше повезло, кому-то меньше. Это и игра, это хоккей. Вы же сами сказали, что не бывает безнадежных вариантов таких. У нас, естественно, мы бьемся до конца и до последней секунды. Поэтому благо ребята нашли все силы сравнять и привести в овертайм, ну а там черт будет. Кому-то повезет больше, кому-то меньше. Я про судейство обычно не люблю, конечно, ничего говорить. Все ребята по-разному, так сказать, играют. Так же, как и мы. Но, тем не менее, конечно, здесь безобразно бывают такие моменты, где одинаковые ситуации. И, казалось бы, почему-то у нас удаление, а у соперника нет. Я считаю, что это плей-офф, это борьба двух одинаково равных ребят, коллективов, характеров. И здесь, наверное, надо, судим, в таких ситуациях, по крайней мере, не вмешиваться лучше вообще. Или 50 на 50. Не должно быть такое, что в одну сторону, а в другую нет. Поэтому, ну, хороший хоккей. Мне понравился, мне понравился хоккей с нашей стороны и со стороны соперника. Все было достойно. Даже, ну, вопросов не возникает. С здоровьем в ближайшие дни я не смогу выйти, помочь команде. Я стараюсь так морально поддерживать. У меня перелом, поэтому это надолго. Это хоккей. Пришлось где-то лечь под шайбу. Ничего, ничего заживет, все нормально. Где получили, когда вспомните? Во втором периоде за 4 секунды до конца. Случайно, наверное, уже в последней атаке. Не случайно, а я целенаправленно блокировал бросок. Ну, так прилетело, поэтому молодцы. Рубиновцы, такая сила броска, пробили.